привет youtube сегодня понедельник 21 декабря посмотрите что у нас делается на улице температура плюс 5 градусов снега вообще нет смотрите это у нас зима такая я в легкой курточке на распашку сейчас мы с утра едем по делам сегодня с утра едем по делам значит мне нужно забрать посылку с алиэкспресс из китая пришла наконец-то я потом вам покажу что мне пришло потом посылка пришла у меня с валберис тоже покажу ну и сейчас мне еще нужно заехать отправить срочно документы экспресс почтой с курьерской доставкой медицинский центр заеду забрать готовый результат анализов это у меня мама вызывала на дом сдавала кровь но ей нужно обязательно обследование проходить два раза в год ну так вот чтобы ей не ездить я сейчас заберу результат анализов но и дома сегодня еще запланирована куча дел так что до нового включая следующего включения пока сейчас пришла на свой участок посмотрите у меня еще цветут анемоны царит что творится это сегодня 21 декабря смотрите 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 даже не замерзла вот такая у нас погода в этом году в газончик все зелененький раз всем привет вот наконец я дома с утра столько дел переделала сегодня получил две посылки одну с алиэкспресс другую с интернет-магазина валберис сейчас я покажу что он мне пришло вот этот интернет-магазин знаете а вот этого вы еще не знаете вот он это наш фил луидор филипп ну фил иванович за ее вот что же я заказал в интернет-магазине посмотрите вот такую шапочку поиск я теперь себя в шерсти вот такую мужскую шапку крупная вязка такими косами как сейчас модно очень теплая двойная вообще теплое теплое Прям даже, я думаю, у меня муж, наверное, всю зиму проходит в этой шапке. Она недорогая и вообще очень классная. Вообще в этом интернет-магазине очень хороший выбор шапок. И женских, и мужских. Так что загляните к ним, посмотрите. Если вы ищете головной убор, я, например, очень довольна качеством. Прям качество вообще супер. Дальше вот такая шапочка. Вот такая еще шапочка. Тоже мужская, тоже теплая-теплая. Здесь внизовая подкладочка вот такая. Вот серенькая. Такой узорчик ненавязчивый вот здесь. В общем, шапка вообще супер. Она вот, смотрите, какая еще здесь. Видите, отворот? Вот так. То есть шапочка очень хорошая. Качество мне понравилось. Вот такая. Я потом все ссылочки оставлю внизу в инфобоксе. Посмотрите. Так. Кот, не мешайся. Дальше. Что я еще заказала? Заказала маме свои на Новый год, на подарок, домашний халатик. Она попросила выбрать потемнее. Но совсем темный я не стала ей выбирать. Вот. Купила вот такую халатику. Вот такого темно-бордового цвета. В мелкую клеточку. Вот. 50-52 размер. Очень приятный материал. Рукав. Рукав три четверти. То есть я думаю, ей, наверное, очень понравится этот халатик. Классный. Очень приятный. Длина тоже очень комфортная. Далее. Что? Филь. Ты мне мешаешься. Филуша. Дальше. Что я еще купила? Вот смотрите, какая упаковочка. Это теплые тапочки для дома. Я взяла для папы. У меня 39-го года рождения. Это сколько ему уже? 76 лет. Да? Да. 76 лет. У него постоянно мерзнут ноги. Ну и я сразу поняла, что надо ему дарить. Посмотрите, какая красота. Это 43-й размер. Как раз его. Вот такие тепленькие сапожки. Тепленькие. Хорошенькие такие. Можно делать вот так от ворот. Вот. И они очень легкие. Смотрите, очень хорошая подуша здесь. Крепенькая. Внутри тоже мех. Вообще классные сапожки. Сама бы такие носила. Я думаю, они будут уютные. Самое главное, они теплые и легкие. Что еще нужно пожилому человеку, да? Поэтому его ножки будут всегда в тепле. Вот такие сапожки. Если вы еще не знаете, что подарить своим родителям, особенно пожилым, конечно, да, то приглядитесь к таким теплым, теплым, мягким тапочкам или сапожкам. Выбор, кстати, очень большой. Там и тапочки есть тоже внутри, с мехом. И вот такие сапожки. Вообще выбор там очень большой. Стоимость их, сейчас расскажу. Так, сапожки. Значит, халат полторы тысячи, то, что я купила маме, да? Шапочка пятьсот рублей, другая восемьсот. И вот эти тапочки тысячи пятьсот семьдесят рублей. Вот такие. Но они с натуральным мехом, кстати. Это они не синтетик, это не натуральный. Так, что я еще купила? Приобрела вот такую визитницу. Она недорогая. Это я взяла младшему сыну. Он у меня любитель визиток. У них их очень много. Поэтому вот такую визитницу, я думаю, он будет рад. А обложечка черная, очень мягенькая, такая приятная. Ну, вот эту я пока не буду этикеточку снимать, да? Он потом сам ее снимет. А внутри вот такая она красного цвета. Вот. Ну, я сюда еще красивую купил, положу. Подарок, чтобы она не была пустая. Я думаю, что такому подарку он очень обрадуется. Дальше, тоже на подарок, я взяла туалетную воду Дорчика Бан. Это мужская вода. Очень дорогой у нее аромат. Очень дорогой. И он очень хорошо раскрывается такими приятными нотами. То есть, если послушать запах, то запах, конечно, шикарный. Туалетная вода на этом сайте, по-моему, даже дешевле, чем в магазинах у нас. Сейчас я вам скажу на ее стоимость. Здесь у меня 50 миллиметров. 50 миллилитров. Водичка стоит 2430 рублей. Ну, с интернет-магазина Валберис это все мои покупки. А дальше у меня еще пришли посылки с китайского сайта Солиэкспресс. Немного, сейчас я вам покажу. Посылки шли из Китая примерно недели три, наверное. Так, что у меня пришло. Я, конечно, уже распаковала, чтобы не шуршать перед камерой. Вот такую беленькую шапочку я себе заказала. Вот такую. То есть, белый шапчик мне как раз нужна была. Вот она недорогая. Вот такая. Очень мне нравится. Я ее уже даже одевала. То есть, классная шапка. Можно так ее отворотик делать. В общем, нравится мне она. Она абсолютно недорогая. Вот абсолютно. Я не знаю, по-моему, рублей 300, что ли. Ну, конечно, синтетика. Но на такую теплую погоду вполне пойдет. Далее. Сегодня у меня халатный день. То есть, день халатов. Заказала я также себе на этом сайте, на Алиэкспресс. Халатик. Себе уже, себе, дорогой, любимый. Вот такой халатик вафельный. Как вафельное полотенце. Вот такого приятного небесно-голубого цвета. Рукавки три четверти. Сшит бесподобно. Очень хорошо сшит. Очень качественно. Никакие ниточки не торчат. Никакого запаха нет. Аккуратненький кантик идет. Вот здесь, по всему воротничку. То есть, халат, конечно, обалденный. Если не забуду, я потом померю и покажу вам, как он сидит на мне. Два кармана. Да? Ну, в общем, вообще, очень вам советую присмотреться к этому халатику. Ссылочки я постараюсь оставить. Дальше еще один халат. Это мужской халат. Халат для мужа. Вот такой темно-синий. Длинный рукав. Тоже великолепный халат. Обалденный. Он, ну, такой практически в пол, наверное. Да, длинный будет халат. Кармашки. Очень аккуратно сшит. Это размер на 50-52. То есть, вообще, суперский халатик. Кстати, можно его и женщинам рекомендовать. Вот, я даже не ожидала, что на китайском сайте могут быть вещи вот такого очень хорошего качества. И, кстати, тоже недорогие. И цена вполне-вполне здравствует. Так, что еще? Ну, последнее, чтобы вас сильно не утомлять. Ой, я же прям испугалась. Пришла вот такая мятая коробка. Маленькая такая коробочка. Тоже с Алиэкспресс, да? И с одного бока, видите, совсем прям помятую гармошку. Вот. И я думаю, ну, все. Сейчас я открою. И здесь у меня, наверное, вещь будет испорчена. Здесь у меня очки. Стасин, я все открыла. Все нормально. Упаковано было все очень хорошо. Я упаковку, конечно, уже сняла, выбросила. Вот. Ну, ничего, очки не пострадали. Вот такие очки. Вот такие. Сейчас они входят в моду, по-моему, да? Вот такие. Сейчас я их померю. По-моему, мне очень хорошо. Как вы думаете? Мне очень нравится такая форма. Вот с такой, как называется, с перемычкой, да? Классные очки. Так что, если вам очки понравились, я вам ссылочку тоже внизу оставлю. Ну, на сегодня пока все покупки. Еще у меня, еще идут заказы. И с интернет-магазина, и с Китая я тоже еще не все получила. Как только эти посылки я получу, я тоже вам, в общем-то, все покажу. Дальше. Ну, на сегодня у меня еще дела. Это сделать пиццу и сделать хлеб. Ну что, пойдемте вместе на кухню. Сегодня решила по-быстренькому сделать пиццу. Для этого я беру вот такую основу для пиццы. Здесь две заготовочки. Сейчас они у меня уже растаяли. И начинку для пиццы сделаю такую, самую простую. В общем, все, что я нашла в холодильнике. Это ветчина, порезанная вот на такие примерно кусочки. Ветчина. Дальше. Оливок у меня нет, я поэтому заменила их вот такими маринованными огурчиками. Буквально три небольших огурчика для вкуса. Свежие помидорчики. Немножко нашла зеленого лучка, тоже сюда порезала. Соответственно, сыр. Сыр у меня здесь, по-моему, российский, голландский. Ну, кусочек был того, кусочек этого. Я их потёрла и перемешала. Рика, это у меня томатный такой кетчуп натуральный. И немножечко в пиццу я добавляю чуть-чуть майонезика. Ну, вот начинку я выложила на пиццу. Ну, и осталось теперь присыпать сырком. Так, присыпаем сырком. Сыр не жалеем. Кстати, сыр можно добавить, когда мы только лист пиццы покрыли кетчупом. Можно самый первый слой тоже сделать из сыра. Немножечко, немножечко. Вот, то есть я посыпала сырком. Всё делаю одной рукой, немножко неудобно. Так, и сейчас я местами, немножечко ещё сверху сюда добавлю майонезика и в духовочку. Ну, вот, пицца у меня готова. Вуаля! Сейчас ещё сделаю ещё один корж. И мы будем кушать приятного нам аппетита! Итак, на сегодня у меня ещё запланировано испечь хлеб. Хлеб я всегда пеку обычный яичный белый. Вот такая у меня хлебопечка. Кенвуд. Сейчас я все ингредиенты сюда помещу. И через 3 часа у меня будет готов ароматный хлебушек. Так, первоначально в ёмкость 2 яйца. Так, готово. Дальше наливаю воды. Воды примерно 360 мл. Так, готово. Дальше примерно полторы-две столовые ложки растительного масла. Так, готово. Дальше добавляю муки. Дальше добавляю муки. Так, тоже примерно... Примерно... Сейчас скажу 600... Да, 600 грамм. Далее 4 чайные ложечки сахарного песка. Дальше полторы-две чайные ложки сухих дрожжей. Все. Закрываем. Так, корочку сегодня, наверное, сделаем среднюю. Так, да. Сделаем среднюю. Вот так. То есть хлебушек у меня будет готов через 3 часа 15 минут. Все. Процесс пошел. Ну вот, давайте посмотрим, что там с нашим хлебом. Осталось буквально 1 минута. Давайте заглянем, что тут у нас. О-о-о-о, смотрите. Хлебушек уже почти готов. Аромат, конечно, и запах хлеба на весь дом. Сейчас хлебопечка подаст сигнал. Выключится. И будем доставать хлебушек. Ну вот, такой получился хлебушек. Приятного нам аппетита!